Всем привет! Это подкаст, название которого еще не придумали, и с вами его бессменный ведущий Виталий Савченко. Со мной сегодня в студии Александр и Александр. Он что, получается, опять подсидел меня? Что происходит? Мы где вообще? Так, что происходит? Это наш стол. Это наш стол, но потому что... Нет, это не ваш стол, это мой стол. Все, как всегда, ничего не меняется. Может, промокод хоть какой-то есть? Да, промокод распаковка. Почему у него твой ноутбук? Я, Саш, уже не спрашивай, у него сердца всех наших зрителей. Ноутбук это тоже теперь мой. Ясно. По промокоду распаковка вы можете приобрести товары онлайн гипермаркета 21 векбай со скидкой 7%. Да ладно, он и наш текст рекламный забрал себе. Тогда что, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и всем всего хорошего тогда. Саня, а что делать будем? Ну, просто возвращаться в новую вселенную. Давай нажимай здесь кнопку. Пойдем в Закот. Уважаемые дамы и господа, напомню, что это подкаст, название которого еще не придумали. Как всегда, я Сериков, Кухаронок, а у нас тут вообще легенда тут сидит. Легенда. Да. Легенда вообще всех и вся. Человек, который украл все мое эфирное время на 21 веке. Вот и время пришло. Саня, про это будет история, будет история, я расскажу, это так и есть. Саня, время пришло, нормально, расскажу. Ты мог быть на этом месте. Да. Слава же мне не хватило. Мы могли поменяться. Да? А, нет, нет, я живу свою жизнь. В общем, в гостях у нас сегодня маскот, бренд-амбассадор, лицо 21 века, которое вы знаете, уже, наверное, сначала его знаете, а потом меня, да? А Виталий Савченко, тот самый Виталя, костюм, кстати, у нас здесь, мы там потом покажем вам его. Виталька, здорово. Привет, привет. Здорово. Можно вопрос один задать? Давай. Ты парень в бронированном костюме? Да. А снять его? Кто-то без него. Кто-то без него. Плейбой, миллионер. Пилантроп. Евгений, хэт оф пиписи. Хэт оф пиписи, пиписи. Так ты и есть голова пиписи. Да. Евгений Больтерьер-Гироскоп. Да, никто не знает, но так называется моя, на самом деле, должность в 21 веке, хэт оф пиписи. В 21 век бай. В 21 век бай. Что такое хэт оф пиписи? А вообще, стой, подожди, мы же гостей никогда не представляем, бла-бла-бла. Виталик, расскажи, кто ты. Да, да, я, на самом деле, в первую очередь, прежде чем тот самый рыжий из тиктока или инстаграма 21 века, я хэт оф пиписи или начальник хэт оф пиписи. Да, но нормально, если сказать, то начальник отдела платной рекламы. Вот, да. Это люди, которым реклама платит. Нет, наоборот, это они выбирают, кому заплатить, чтобы им сделать рекламу. Да? Платная, это для бюджета, наверное. Нет, это вся платная реклама. То есть весь платный трафик, который льется на наш сайт. А, вам платят когда? Все. Нет, мы платим рекламным системам, там, Google, Яндекс. Таргетированная контекстная. Да, таргетированная контекстная реклама. Вот, когда ты в поиске забиваешь, там, хочу купить холодильник, да, и тебе показывается какое-то объявление. Вот, моя задача сделать так, чтобы это объявление тебе показалось по минимальной для меня цене. И с максимальной вероятностью, что ты купишь этот холодильник. С определенного количества раз. Чем быстрее ты купишь. Я понял. То есть если я ищу, там, типа, купить клавиатуру, то холодильник мне не выскочит. А если выскочит, то там работает плохой хэт оф пиписи. Да, если выскочит холодильник, то все, тогда очень плохой хэт оф пиписи. Хэт оф пиписи. Мне очень нравится. Встречайте, хэт оф пиписи. Главный же, знаешь. Главный. Да, да, да. Так, это что-то про айтишку, хэт оф пиписи. Ну, почему? Это диджитал маркетинг. То есть айтишка — это, там, код писать, еще что-то такое. У нас такого, ну, в основном такого нет. То есть я именно в рекламных системах, есть рекламные кабинеты, в которых я настраиваю вот, ну, эти рекламные кампании. Так это СММ, да? Это оно СММ, нет? Нет, СММ — это ведение аккаунта как такового. А таргетированная контекстная реклама — это вот настраивать рекламные кампании платный трафик. То есть когда ты видишь какое-то объявление там в Инстаграме, в Яндексе, в поиске, даже не в поиске, а в почте, там, на каких-то общелевых сайтах, там, погода и так далее. И видишь там пометочку реклама, наши товары тебя преследуют, там, или наши баннеры какие-то общего характера. Или когда, вот, это наша, это платная реклама. То есть ты делаешь так, что товары 21 века ходят за мной, за Сашей, за другими людьми по интернету и говорят, купи меня. Я утюг, который ты вот гуглил месяц назад, купи меня, я утюг «Филипс» на Сашей 21 век. Да-да-да, пока ты его не купишь, а когда ты его купишь, они продолжат за тобой ходить уже с новыми товарами. Типа не, а, кстати, а у нас вышел новый утюг. Знаешь, такое утюг. Это как вот эти «Филипс-2». Перед 8 марта начинают попадаться всем там вот это, да? Ну, кстати, вот я размышлял об этом, мы разговаривали, да, разгоняли тоже с коллегами. А вот если зададут такой вопрос, вот вы спросите, когда перестает показываться, ну, вот, реклама, да? Но у нас, на самом деле, так много товаров, что, скорее всего, она вам никогда не перестанет. Более миллиона нужных товаров для дома и отдыха. Программирование, понимаешь, нейро, оно уже на уровне подсознания. Я серьезно, я собака Павлова, я автоматически. Универсальный солдат. Я автоматически это выполнил. Есть промокод «Распаковка», который дает скидку 7% на вся категория товаров. Да, пожалуйста. Что-то про дачу, может, хотите узнать, может быть, шины какие-то? Рано, подожди, рано еще. Хорошо. Ладно, давай. Этот не как универсальный, а как «Зимний солдат». «Зимний солдат», да, да, да. «Возвращение на родину», «Ржавый», «13». Давай-ка эту историю, ты меня прям заинтриговал. Что за история, что я мог быть на твоем месте? Да. Расскажи-ка мне. Итак, ну, я, естественно, пришел работать. Мы сняли интеграцию, где, помнишь, у меня такой, типа, французский? Мисс Кузе. Ну, мне показалось, что это итальянское было. Хлассно? Да. Мальчики, несите, а солдат очень классно. Да, кажется, это началось. Это начало было, да? Это было начало, да. Это было начало и конец. А, подожди, так это два персонажа? Короче, ну, решили сделать персонажа. Я, ну, во-первых, я пришел в 22-м году, в апреле, в 21-й век бай. Вот. И, ну, на должность, естественно, начальник отдела платной рекламы. То есть никаких съемок, ничего такого не планировал. Вот. И тут ты куда-то уехал, там, или что-то такое. Поддыхать, наверное. Да. И Марго, вот наш как раз специалист, Маргарита, да? Марго, да. У меня тоже в Марго подписано, да. Да, Марго. Она предложила, ну, мы с ней разговаривали по поводу. Вот она такая, блин, кого снимать? Там, вот ты уехал, нужны еще какие-то люди, нужно искать каких-то актеров, там, или каких-то ведущих. Вот кого снимать? Я говорю, ну, да. Ну, что-то мы с ней, короче, обсуждали. И она потом мне говорит, слушай, а ты не хочешь сняться? Я такой, да, пожалуйста. Ну, а у меня просто есть вот такой опыт, там, я и в школе, там, в КВН-ом занимался, там, в университете всякие, первокурсники и так далее. И у меня, ну, нет вообще никакого вот этого страха, там, камеры, там, еще что-то. Сразу в этом костюме в этот момент беседы было уже. О, история с костюмом — это еще одна история, то есть все не так просто. Вот. И она говорит, ну, все, давай тогда, ну, если что, я там тебе скажу. И все получится. Ну, то есть, а им, ну, они почему? Они придумали, что должен быть персонаж какой-то, ну, как бы человек, с человеком, ну, это прием маркетинга, когда бренд ассоциируется с человеком. Да, да, да. Это не ты придумал, Сань? Это Котлер придумал. Это, да, Котлер или Котлер. Котлер, Котлер. Я говорю Котлер. А я говорю Котлер. Это кто? Это отец маркетинга. Да, это реально, вот если хочешь. Фамилия? Да, это фамилия. А, Котлер, я же книгу слушал маркетинга по Котлеру. Ну, ладно. Или там маркетинг «Отада я», вот это самая знаменитая его книга, да. Котлер мне подсказывает, да, спасибо. Да, ну, типа русский язык, может, туда, я не знаю. Наверное. Да. Так вот, и все, она говорит, ну, если что, тогда будешь сниматься, ну, снимешься один раз, пока тебя нет. И вот первая наша была съемка, там, ну, вот, если вы знаете, что-то было похожее, как бы такой образ рисован Куручель Илья. Да. Куруч. Ну, Куручель Илья. Такой в очках и тоже в костюме. Дорогая, да я там сим-карту твою там, не знаю, побалуешь котика. Да, ну, что-то похожее, в общем. И тоже мне там сказали, вот, говорят, а у тебя костюм есть? Я говорю, костюма у меня нет никакого, ну, потому что я, в принципе, ну, вот, люблю так одеваться, такое, ну, что-то… Кэжуал. Да, кэжуал, там, худи, это вообще новый пиджак, правильно, сейчас там, да, кроссовки, это туфли, все нормально. Знаешь, что на Русика похоже, смесь Русика и Щербакова через заборы, которые… Да, 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 да. Да. Так. Вот, и все, и первый раз вот так вот снялись, всем вообще круто понравилось. Тебе понравилось самому? Мне нравится, мне очень прикольно, потому что у меня, получается, как бы две параллельных жизни, да, 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 да. Две параллельных профессии, я, и вот это вот, ну, как бы, моя профессия основная, она связана там с цифрами, графиками, там, статистикой, то есть это серьезный такой въедчивый, вкрадливый труд. А это твоя душа, она такая получается. Да, ну, мне это нравится, потому что мне в целом всегда это по жизни нравилось, да, но и вот это тоже, то, чем я занимаюсь, мне тоже нравится, то есть, ну, как бы так, мне нравится и то, и то. Вот так получилось. Ты просто нашел способ, куда загружать вот это все, знаешь, кто-то в зал идет, тренажерка, кто-то еще, а у тебя вот образ, куда загружаются вот это все бессина, вот это, знаешь, пускай вот это. Но при этом я еще и хожу и в зал, и в тренажерку, и в футбол играю. И вот, кстати, история костюма заключается в том, что я познакомился с 21 веком еще за год до того, как я туда пришел работать с 21 века. Так вот, короче, человек, чей это костюм, вот. Он жив? Конечно, все с ним в порядке, вот, это был наш начальник отдела сектора продвижения, и мы с ним познакомились еще за год до вообще того, как я пришел работать с компанией 21 век Бай, вот, и мы с ним играли в футбол, так познакомились, он все время мне рекламировал 21 век, там, 21 век Бай, все время мне рекламировали, у нас так классно работать, у нас такое все там вообще крутое, у нас такие все бусечки, котики. Там реально котики, и офис вообще шикарный. Да, вообще, и я вот пришел, ни капельки вообще, ни дня не сомневался в том, что он мне говорит, очень рад, и вот этот человек, он говорит, у меня есть костюм, мой свадебный. О, так это настоящий свадебный костюм. Да, это с этой свадьбы. Да, и вот это его свадебный костюм, и все, и вот он до сих пор со мной. Шикарно. То есть дело там не в том, что там кому-то что-то не понравилось, а просто я уехал, и так получилось, что тебе шикарно мне. И всем понравилось, да, и вот до сих пор я, получается, в этом костюме. Ну, прекрасно, я лично рекомендую тебе, как ведущую, у которого там 15-20 костюмов, сдай ты его в химчистку, хоть разочек, но поверь, поверь, да. Что, ты надевал, есть какие-то вопросы? Ну, ко всем костюмам есть вопросы. В кармане сушеной рыбы почищены лежали, или что? Да, 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 которую съели уже два раза, знаешь, так... Да, я шучу, нет, все в порядке? Сушеная рыба. Нет, по-любому, да. Слушай, негативчика накину чуть-чуть. Давай. Да, значит, многие мои знакомые, которые занимаются в сфере маркетинга, рекламы, они говорят, что вот в соцсети 21 век, бай, все классно, но как будто бы, типа, вот эта вот дурка и вот такой, реклама идет не на ту аудиторию, не на целевку. Типа, мол, что реклама идет для тикток-контента такого, да, для детей, условно говоря, таких, а, мол, покупатель 21 век, бай совершенно другие люди, мол, они взрослые, то есть человек, который, типа, хочет купить там что-то за пару тысяч рублей, ему вот этот вот контент, типа, не подходит. Это вот такой, работа с возражениями, что ты на это ответишь? Это не мое мнение, это просто транслирую, меня попросили спросить. Ну, не знаю, мне на самом деле, вот, кажется, все отклики там от моих каких-то знакомых, ну, даже комментарии можете почитать. Да, да, комментарии, да, отклики, отзывы классные, само собой, это все круто, но вот являются ли эти люди покупателями? Да. Все, понятно? Выкусили, выкусили, все, все работает. Это просто как один из трендов рекламы. Я думаю, что они просто завидуют, поэтому попросили меня. Более, у нас контент же все равно разный, то есть мы же как грамотные, да, маркетологи, там, СММщики, маркетологи, у нас контент чередуется, то есть есть разные виды контента, да, вот есть развлекательный, там, есть, там, информационный, есть продающий, то есть у нас и товарка показывается. У вас очень большая копилка контента. Да. Да, даже знаешь, что чуть-чуть очень большая. То есть я так вижу по Инстаграму, ну, видно, по ТикТоку, по Инстаграму, что там далась воля сейчас еще чуть большему количеству людей, чуть большее количество рубрик условных, кто за что отвечает. То есть пошли там обзоры этих рабочих мест, пошли опросы людей на улице, там, подарки, плюс к этому сериал, плюс к этому уже существующий. То есть там сейчас наборалось всего такого, что как будто у меня такое ощущение, что пушится и просто, ну, знаешь, из дробовика стреляется, смотрится так, вот здесь отскочил, здесь отскочил. И всех орудий, ну. Да, а какое наиболее перспективное направление ты считаешь все-таки в этом, вот, и в PPC, в head of PPC своей, и именно вот такой перформанс рекламе, я бы так, наверное, назвал. Нет, это, я бы назвал это имиджевая реклама, а знаешь, когда, типа, мы просто можем снять для вас прикольный контент. Да. Мы можем это сделать. Это же, да, маркетинг, он делится на бренд, ну, вот у нас в целом, да, как делится бренд и перформанс. Да. Перформанс – это как раз-таки head of PPC, да, бренд – это как раз-таки Instagram, там, TikTok, YouTube и так далее. Вот, поэтому в любом случае, ну, TikTok, Instagram, YouTube работают с верхними уровнями воронки, то есть они повышают узнаваемость бренда, увеличивают охват, заинтересовывают аудиторию, повышают лояльность, да. Я уже потом, когда вот этот верхний уровень людей заинтересовались, какие-то новые пришли, да, какую-то новую аудиторию, там, мы в TikTok подобрали, которую раньше у нас не было, то есть делали их своими клиентами или потенциальными клиентами. Они начинают искать, там, в поиске, видеть эту рекламу, там, в сетях, ну, в почте, там, на сайтах партнеров и так далее, вот уже там я их снимаю. Я считаю, ну, вот именно и в верхнем уровне, вот именно что касается верхнего уровня, да, воронки, там, Instagram, TikTok, YouTube, здесь, главное, интересный контент, который откликается у зрителей, да, то есть чтобы людям было интересно наблюдать за нашим Instagram, там, YouTube, чтобы они получали, там, какую-то полезность для себя. То есть вообще для любого Instagram, самое главное, тебе должно быть интересно за ним смотреть, там, TikTok и так далее, то есть то, что цепляет людей, которые там находятся. Вот, ты говоришь, цепляет, а как ты думаешь, почему именно вот этот образ Виталика в костюме цепанул людей? То есть тот же, тот итальянец, который не си, а сел туда, он же тоже мог зацепить людей, но их зацепил именно чувак в костюме, почему? Ну, вообще, потому что в целом, я вот думаю, что я, ну, это простой парень, их же возраста примерно, ну, вот, наша основная целевая аудитория, то есть наше ядро аудитории, это 35, там, 35 лет, вот, потому что и в целом я даже не сильно-то и играю его, да, то есть, ну, я и правда вот такой вот простой парень из Гомеля, Гомель, привет. Гомель, привет, да, и Могилёв тоже привет, и Брест, привет, и мама-папа, и Беларусь, мы здесь, да, мама-папа, очень красивый, извините, пожалуйста, привет передать, обязательно, да, да, передавай, кстати, ты знаешь, что, вот, в городах вот, в таких вот, вот, я из Могилёва, ты из Гомеля, да, там фишка, чтобы попасть в телек, это прям, фуф, Виталик, твоя камера-то, пожалуйста, я вчера созванивал с родителями, да, они сказали обязательно, передай нам привет, я говорю, мама, это же не поле чудес, ты что? Вот, неважно, ну, во-первых, у нас охваты побольше, принес банку Алисы, нам принес, да, нет, ты знаешь, что, вот в таких вот городах, да, там даже бабушки, там родственники, они потом спросят время, в которое будет выходить, и именно на время поздравления включат, снимут на телефон, потом отчитаются, мы только что видели, и самое главное, что посмотрят ровно эти три минуты, все. Да, да, я их уже предупредил, они сказали, да, мы, вообще, говорит, нам, ну, это не наш контент, да, там, но, говорит, мы посмотрим. Скажут, что? Худой, плохо выглядишь, больше ешь. Не поел, не поел, не поел, не поел. Ну, круга опыта глазами нету. Почему? Потому что гример хороший у нас. Ты вот спросил про этого мужика такого, ну, Виталика в костюме, почему он, ты вспомни, как мы для тоже еще одного бренда делаем озвучку, там, этих всяких рецептов и так далее, там тоже, как бы, да, Михалыч. А, кстати, да, там Михалыч. У него свой голос. Там такой, короче, Михалыч, вот я так вот, знаешь, типа, ты берешь, короче, так бутер, вот так сальцем, вот так вот намазываешь, вот такое вот. Мы когда придумали персонажа, мы создали персонажа Михалыча за кадром, который, типа, готовка рецептов, вообще другим челам, но смысл в том, что людям понравилась именно озвучка, потому что она, во-первых, все смотрели «Все ненавидят Криса» или любая озвучка «Кураж Бомбей» или «Кубик Кубик» сериала. Вот этот голос, он вот оттуда. Да? Да, а «Все ненавидят». Я думаю, я его придумал. Ну, он смесь. Он вдохновился. Нет, он твой. Он твой абсолютно, то есть он не похож на них. Но многие люди пишут, что «О, это же оттуда, это же оттуда» из аниме, из фильма, из сериала, из игры какой-то пишут. Где мои авторские? Что за фигня? Почему моим голосом говорят в аниме? Но нас очень встретили на плане защиты этой концепции, очень встретили холодно, типа, ну, да, типа вот кому-то, ну, кому будет интересно таким голосом, типа, рецепты, да? Оказалось миллионам интересно и все смешно. Там тоже миллионы просмотров? Да, много. Что-то вот бы в жизни у меня такие миллионы были. У нас же есть тоже свои. А это ты, получается, этот голос? Да, он просто, я там текст скидываю, он мне его озвучит, я вам все, собираю это цельно, и получается, как будто Михалыч как бы готовит бутер там, да? Михалыч готовит бутер, все, давай, ешь, молодежь. Да, да, молодежь. Ты не пробовал ничего озвучивать? Я актер дубляжа. Да? А в какие фильмы можно с тобой посмотреть? Ну, там, в основном, там сериалы какие-то и реклама. Я, например, являюсь голосом там многих брендов, которые у нас в Беларуси представлены, но ты никогда не поймешь, потому что я не говорю этими голосами в жизни. Саня песню недавно писал одному бренду, который напиток. А, да, кстати, кстати, да, да, да. Была классная песня у Саня. Спасибо, спасибо. Ну, то есть, да, я немножко слушаю. Если кому-то надо кино озвучить, пожалуйста, пишите, я могу говорить. Не, Саня Таванкова, даже если надо, могу и дедушка к нему бояться обращаться как-то. Ну, не знаю, мне кажется, ты очень такой недоступный для многих. Я доступный. Подожди, я доступный. Ну что ж, пришло время рубрики от партнера подкаста, название которого еще не придумали. А именно от Белорусского Народного Банка. Мы начинаем. Да, друзья, стать клиентом Бенбебанка очень просто. Достаточно потратить всего лишь 5 минусов времени и оформить карту 1, 2, 3. Карта 1, 2, 3 подходит на все случаи жизни. Она поможет вам экономить деньги, радоваться жизни и быть в тренде. Открывайте карту 1, 2, 3 в приложении Бенбебанка и присняйтесь к тем, кто уже вовсю манибэчит. Все вокруг так делают. А вы? А ты, Саша, покажи, что тебе на экране просто. Вот, ничего. Ничего? Хорошо. Значит, смотрите, давайте, все очень просто. У Бенбебанка есть партнеры. Мы с вами, значит, читаем что-то и пытаемся угадать сумму в белорусских рублях. Сумму манибэка. Итак, первый вопрос. Какой манибэк вернется к вам, если вы купите офлайн мужской зонт 3 слона 725 у партнера Бенбебанка магазина зонтов Зонтсбай? Сколько будет сумма манибэка в рублях? Манибэк от 1 до 15 процентов у нас? Можно еще раз название зонта, пожалуйста. 3 слона 725. А сколько он стоит? А, непонятно. Вот надо подумать. Просто наугад, вот так пишет любую цифру. Прикинуть стоимость товара и какой бы на него теоретический манибэк от 1 до 15 процентов мог бы быть, по твоему мнению. Я уже написал. И только эта сумма в рублях. А, нет, подожди. Я когда не знаю, что писать, у меня всегда один и тот же ответ. Кто, да, чей ответ будет ближе к правильному, тот и получает балл. А в конце ты все равно побеждаешь и получаешь приз. Ну это классно. Нормальное правило. Надо так, чтобы все играли. Ну что? Открываем карту. 1, 2, 3. 3, 50. 6, 7. 3, 50, 6, 7. А, правильный ответ. 7, 80. 7, 80. О, а кто? Я ближе всех. Ты ближе всех. Видишь, я даже выиграю все равно. Вот это босс какой-то. Короче, зон стоит 129,99. Ничего себе. А манибэк 6 процентов. Рисла на 725, ты как? Да. Я, кстати, прикинул, что он стоит 100 рублей и где-то среднюю цифру просто взял. Нормально. А я просто писал 3,50. Когда я не знаю, я пишу 3,50. Вы имеете дело с человеком, который работает с цифрами. Так что... Все. А я гуманитарий. Ладно. Какой манибэк вернется к вам, если вы купите онлайн мотоблок с Kipper SP 1800 SE Expert у партнера Бенбанка, магазина «Удачник». Блин. Мотоблок. Ну это же наша тема. Непростой мотоблок. Мы в этом шарим. Там гипер 3D 16. Я думаю, ты в этом точно шаришь. Да, мотоблоки. Кстати, вот очень всегда хотели снять какое-нибудь видео с мотоблоком. До сих пор не сняли. Мечтаю. Давайте снимем. Я пишу ответ и, главное, я всем показываю его. Все. Так. Ну сколько мотоблоков знает. Подожди, подожди. Мы уже знаем. Сейчас я считаю. А я бы его купил на сайте 21 век с промокодом сериков. А я бы купил на сайте 21 век бай. С промокодом подкаст. Распаковка. Подкаст уже не наш промокод, там уже другой промокод. Ну что, вскрываемся? Открывайте карту. 1, 2, 3. 100 рублей у меня. 11. У меня 200. 200 рублей. Это сейчас будет заруба, конечно. Ну давай посмотрим. От малого до великого. 95, 72. А я же ближе. Один балл мне. Так, мотоблок стоит сколько? 2393 рубля. Блин, а я что-то... И манебек 4%. А я что-то думал, 4 тысячи он стоит. А я вот думал, что 1800. Мотоблок. Но считали мы примерно одинаково. Да, да, да. Ну, только в два раза. Только стоимость мотоблока раз. У вас-то такие знания вообще, конечно, в мотоблоках и обо всем таком, да. Сань, после 35 помешу. Это уже next level. Итак, какой манебек вернется к вам, если вы купите онлайн костюм карнавальный пуговка бабуся Ягуся? У партнера Белорусского Дородобанка онлайн гипермаркета 21 век бай. Ну, с Виталиком тут сограться вообще нет смысла. Подожди, манебек, если вы купите онлайн костюм карнавальный пуговка бабуся Ягуся? Костюм онлайн костюм, ты понимаешь? Уже две экспертных зоны. Если вы купите онлайн костюм карнавальный. Нет, если вы купите онлайн костюм. Онлайн костюм. Да, ну, то есть он только в онлайне, да. Так, блин, скин. А, типа NFT костюм ты имеешь в виду? Да, 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 именно так. У нас даже такое есть на 21 век бай. Да? Да. Хорошо. Нет. А биток там можно купить? Ладно, так просто. Мотоблок можно только. Это потом мы просто, это уже не в эфире. Не в эфире, не в эфире. Да, не в эфире. У нас эксклюзивное предложение. Ну что, я думаю, я вас сейчас вздрючу, господа. Александр. Ты дачник или дрючник, кто ты? Дрючник. Хорошо. Открываем карту. Один, два, три. Тринадцать точка внизу. Я думаю, пять. А у меня четыре пятьдесят. Семь девяносто девять. Ну кто ближе? Я, у меня пять. А у тебя сколько я не вижу? Четыре пятьдесят. А, тогда Виталий. Виталий ближе, и это... Виталий! Как вы так подстроили, что я выиграл? Никак. А, тебе в наушниках говорят правильные ответы. А, точно? А ты думал, ты голоса в голове? Да, да. Нет. Я думал, это мой внутренний голос. Костюм стоит сто пятьдесят девять, семьдесят. И мэнебэк пять процентов. Блин, так я же так и считал. Как я ошибся? Все, мне нужно в казино идти сегодня вечером. Саня, возвращаясь к костюму, с большой силой, Виталик, с большой силой приходит большая ответственность. Да. С ней нужно как-то справляться. И чтобы не тащить всю вот эту ответственность на своих плечах, как head of PPC, как чувак в костюме, мы предлагаем наиболее удобный аксессуар для тебя. Нужно показывать. Да. Это, короче, это вот на сумму мэнебэка месячного ты бы мог себе купить такой вот шоппер. Шоппер. Класс. Груз ответственности. Груз ответственности, да. Класс. Друзья, мы напоминаем, что стать клиентом БНБ банка очень просто. Достаточно всего лишь оформить карту 1, 2, 3. Манебэк, где 15%, возможность расплатиться карты в любой стране мира. Все уже манебэчат. Присоединяйся. И ты. А мы поехали дальше. Кстати, мне кажется, что мы недораскрыли тему, почему персонаж нравится людям. Вот. Я только к этому вернулся. Да, как-то мы там начали про Гомель, Могилев и так далее. Вот. Почему? Потому что, ну, мне кажется так, да, что я не играю его в основном. Ну, то есть это просто, ну, это какая-то часть меня. То есть часть меня там это head of PPC, а часть меня это вот этот вот бесшабашный простой парень, который просто веселится и там любит 21 векбай и всячески хочет, чтобы он развивался и там был известным, популярным, и все люди любили этот интернет-магазин. Ну, хотя денег мне платило. Такой смысл в других тогда интернет-магазинах. Расскажи, пожалуйста, тебя ж на улице узнают, получается. Вот ты где-то... Да, 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 это бывает. Это, кстати, всегда для меня максимально странно. Потому что люди, даже у нас на работе, они все думают, что я просто, ну, актер там какой-то еще. Ну, вот случай из Гомеля. Вот я на новогодние праздники поехал в Гомель, там, к родителям, к друзьям, вот. И мы возле кафе, мы заказали пиццу, но в кафе было много людей, мы не хотели ждать в кафе в самом, и ждали на улице. И тут выходят ребята... На улице точили пиццу? Нет, мы ждали, пока она приготовится. Просто стояли на улице с друзьями и вот ждали. И выходят ребята какие-то, ну, просто наперекур на улицу, да. И один из них там стоит и такой, ну, значит, он поздоровался с моим другом и отошел в сторону, стоит и смотрит на меня. Такой смотрит, такой смотрит, такой, а ты же блогер. А-а-а. Ну, я такой, ну, а я не знаю, я не знаю, как на это реагирую, что я не блогер. Ну, как бы нет того, что я лично блогер. Ты еще не идентифицируешь себя как... Ты же можешь себе аккаунт создать вот с этим образом. Ну, у меня есть аккаунт. Нет, с этим образом. Ну, да, ну, у меня не хватает на это время, ну, то есть мы уже это обсуждали тысячу раз на работе, что типа вот почему-то не хочешь сам себя продвигать, потому что у меня просто нету на это времени. Ну, то есть у меня есть время на работу, есть время на съемки, но еще и время на то, чтобы себя как-то продвигать как вот эту личность, значит, нужно от чего-то отщипнуть, да, там, от основной работы. Ну, я не хотел. Так зачем? Цель всегда. Мне нравится. Мне все нравится. Если бы у меня был магазин костюмов, тогда понятно было, ну, знаешь, типа магазин костюмов с отливом. Прикинь, бизнес-план открыть такой магаз. Так вот, он говорит, ты ж блогер. Я говорю, да не, не, я не блогер. Он такой, ну, я тебя где-то видел. Вот в интернете постоянно твою рожу вижу, типа. А он был выпивший, если честно. Ну, да. Да. И он такой, постоянно где-то в интернете тебя вижу, вот точно, сто процентов. Я говорю, ну, может, 21 век бай, да, какую-то рекламу ты видел. Он такой, да, о, точно, говорит, это ты. Все, о, говорит, о, ты молодец, молодец. А что ты, говорит, ты что, из Гомеля? Я говорю, ну, да, вот. Он говорит, что, наш волотовской парень. Я говорю, да не, я сельмаш. Он такой, ну, пофиг, все равно. Говорит, вот ты молодец, молодец, говорит. Гомельский пацан всех минских там вообще там. Да, да, внимание. Закрыл весь интернет с собой. Вот. И такой, все, там, фотографию, давай сфоткаемся. Да, да, да. Друзья его подошли там тоже, давай с тобой фоткаться там и так далее. А потом моего друга спрашивает, слушай, говорит, а у тебя есть фотка с ним? Может, ты тоже хочешь сфоткаться? Он говорит, блин, ну, мы же друзья, типа, конечно, у меня есть фотка с ним. Ну, так, посмеялись. Короче, тёплый. Они предлагали их сфоткать двоих? Ну, типа, уже в череде. Просто, чтобы я их сфоткал. Ну, да, да. Фотка, нет, фотка с другом. Фотка с другом. И он такой сразу же говорит, а еще у меня, вот, а ты знаешь, моя дочка с Игорем в один садик ходит. Так вот эти важные инсайты. Да, важные инсайты, что я вот это тоже с ним дружу. Это важно, да, это важная инфа. Я же говорил, Сэм, после нашего ошеломляющего успеха на Сли-канале International, у меня во дворе уже все, мощники вот эти, которые, ну, там, заправляют двором, они, у Саня актер, блядь. Саша просто, да, у Саши район, это спортивный, я должен знать, да, там особый континент людей. Я там хожу мусор на себе, говорит, у Саня актер, все. Саша предъявили недавно за то, что, оказывается, он отписался от каких-то пацанов у себя во дворе, в инсайте, перестал их смотреть. О, все. И там прилетела пацанская предъява, типа, что вообще, вообще не пацанский поступок. Ребят, при всем понимании, да, я подписан на людей, просто, с которыми работаю, за ними слежу. Нет, Саш, ты просто зазвездился. И зазвездился. Чего тут уж скрывать, гречка с котлетой не у всех есть, с куриной. Согласен. Каждый может себе позволить. Нет, ну, гречка, это надо обладать неким уровнем, да, чтобы гречка с котлетой. Школьная пицца, мы тут в сосиске в тесте ничего не говорим. Слушай, а в Минске же тебя тоже узнают. Какой-то контингент обычно. Это молодые люди. Я почему-то, то есть мы когда снимались в некоторых шоу, которые были на аккаунте «Досперик Бай», мы разыгрывали даже подушку с тобой. Помнишь, такая была подушка? Да, да, да. Очень прикольная. С моим изображением, надеюсь. Не с твоим, всего. Вы, в целом, вы в одну лицу. Да, вы похожи. Вот, смотри. Можно, если так. Райан Гослинг. Марго, Марго, если вот я уеду, ну, понятно, я уже вне конкуренции, если Виталик уедет, берите кухарный. Я точу человек, который замена. Одно лицо будет подсиживаться. Дублер. Райан Гослинг. Райан Гослинг. Так вот, да, и типа... А мы можем просто скалабиться, и ты будешь, ну, параллельно, знаешь, как «Ласковый май». А, из другой столицы. Сразу во все города ездили. Так и мы с тобой можем. Да, да. Приконяется, образ этого... Литва Лакан Эскузи, вот этот... Я не помню, как его звали. Ну, да. Мне кажется, что-то итальянское. Ну, там что-то такое. Как из Евротура. Собирательный образ. Виталийка, чувак, еще в костюме, а я какой-нибудь третий образ. И мы типа втроем рекламим одно и то же. Нет, мы Лига Справедливости. Мы втроем такие три самых хреновых супергероя. И мы рекламируем одно и то же, одними рекламными текстами и так далее, чтобы люди, ну, думали, что три вселенных разные, параллельные. Ну, да. А если что, и тексты им будем рекламировать. Всего лишь нужно три зализанных чувака со щетиной. Все, вот. Которые не стесняются обкакаться. Да. Так, а что в Минске? Так вот, почему сложилось ощущение, что твоя вот прям такая аудитория, которая прям тебя обожает, это вот такие вот женщины, знаешь, они прям вот на эту подушку там битва целая была. Так ли это? Ну, могу сказать, да, что женщинам интересно, да. Ну, как интересно. Варим в костюме. А сняв его, да, женщины любят. Да нет, ну, наверное, да, есть какая-то, некая популярность повышенная после, особенно там, наверное, с лета, вот как только вышел этот сериал «Кладовщик», вот, наверное, с этого момента вообще популярность какая-то резко возросла, резко многие стали люди узнавать, какие-то, ну, незнакомые женщины заходят в аккаунт, смотрят сториз, там, лайкают посты мои, ну, просто в моем обычном аккаунте. Вот, ну, и в целом, да, там популярность некая присутствует. Подожди, а как, а тебя отмечают, получается, в этих, в аккаунте 21-й аккаунт тебя отмечают, как твой аккаунт основной, правильно? Нет, не разумеется. Как они тебя находят? Ну, просто я могу, например, написать какой-то комментарий. А-а-а. Да. Ну, это я просто пишу так, чтобы, ну, как бы, чтобы повысить, да, вот это вот какие-то… Привлечь внимание к себе. Органику. Органику аккаунта. Да-да-да. Ну, понятно-понятно. Писать комментарии… Не к себе внимание привлечь, это органик. Да, не в коем случае. Знаешь, в дирекции там запах пирожков, уже плова, теплых носков, там, ты женщина, ну, все-таки, Виталик, заходи. У Виталика вот здесь вот написано «21-й век-бай», да, и рубрика от нашего партнера «Онлайн-гипермаркета 21-й век-бай», который всегда рядом с вами. И даже сейчас он рядом с нами, благодаря Виталику и нашей рубрике «Что, где отзыв». Поехали! Ну что, куда ставить? А можете вот здесь. О, минуту в минуту! Доставляем нужные товары, теперь и ваше время. В рубрике «Что, где отзыв» мы зачитываем реальные отзывы на товары из каталога «21-й век-бай» и пытаемся угадать, что за товар он находится внутри. Ну а помогать в этом нам будет человечек сверху. Добрый день! Ну что ж, добрый день, уважаемые знатоки и телезрители. Мы продолжаем зимнюю серию игр «Что, где отзыв». Меня зовут Человечек сверху, и давайте же познакомимся со знатоками, которые сегодня будут разбираться с реальными отзывами, оставленными на сайте онлайн-гипермаркета «21-й век-бай». Итак, ведущие мероприятия из Минска, живущие по принципу. Венни, Веди, Вечеринка в среду. Да, пожалуйста, погнали, Александр Сериков. Здравствуйте, Александр. Человек, который всегда думает, что говорит. А на самом деле большую часть времени в подкасте молчит Александр Кухаронов. Эрудиция. И капитан команды знатоков. Чтобы как-то креативно представить его, разрешите привести интересную историческую статистику. Наполеон Бонапарт, лицо 19 века. Уолт Дисней, лицо 20 века. А у нас в студии сегодня Виталий Савченко, лицо 21 век-бай. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, как и всегда, разбираемся с отзывами, оставленными на сайте онлайн-гипермаркета 21 век-бай. И давайте же начинать. Александр, прошу. Да, мы читаем комментарии, по ним пытаемся угадать, что в этой коробке. Все очень просто, у нас на все про все. Ого, с Богом. С Богом. Ничего себе комментарий. Евгений пишет нам. Если человек криворукий по жизни, то этот аппарат не по вам. Кто рукодельный берите, не пожалеете. С первого раза у ребенка не получалось, пока не понял технологию намотки. Главное не подносить к центру, чтоб не таяла паутина. А так очень все просто. Это что, картриджи для Человека-паука у нас появляются, да? Паутина? Да. Так. А-а-а-а. Я знаю уже, что. Я ему подсказываю. Я знаю, я знаю, что. Вы из вас в парке Горького когда-нибудь? Конечно. Я был в парке Сладкого. О-о-о-о, зачет. Так, хорошо. Короче, там аппарат для сахарной воды. Да? А что происходит? Думаешь? Ну да. У нас продается. Ну да. Подожди, а можно еще раз комментарий прочитать? Если человек криворукий по жизни, то этот аппарат не по вам. Кто рукодельный, берите, не пожалеете. С первого раза у ребенка не получалось, пока не понял технологию намотки. Главное не подносить к центру, чтобы не таяла паутина. Так очень просто. Не таяла паутина. Я вообще, ну я всегда в таких... У нас уже была такая передача, как-то выпуск, да? У нас такая рубрика есть в нашем инстаграме. И я-то вообще полный профан в этих отзывах. Очень сложная рубрика для меня. Ну, он сделал вид, как будто бы не знает правильный ответ. Хорошо. Снял себя ответственность, да. Ну, короче, даже если это не пара для самого новоты... А есть еще подсказка какая-то? Есть, но мы не можем. Мы должны сейчас дать ответ поедем. Уважаемые знатоки, минута окончена. Давай. Виталий, как капитан команды, выберите, пожалуйста, того, кто будет позориться первым и предполагать версию. Пусть это будет Саша Сериков. Как ты его назвал? Как тебя назвал? Ну, Саша Сериков. Ты, боже мой. Хамит не в эфире? Да. Ладно, да. На самом деле запикиваю просто. Да. Ну, давайте. Мы считаем, что это аппарат для производства сахарной ваты. Сахарная вата. Саша хардовато. Пожалуйста. Пожалуйста. Класс. Класс. Во. Во. Открывайте коробку. Быстрая распаковка. Да? Мы угадали с первого раза. Это впервые. Виталик, ну ты что-то подстроил. Да. Теперь эти голоса были в голове у Саши. Катон Кэнди Мэйкер. Открыл, покажи, как она выглядит. Офигеть. Открыл, покажи резервуар, Саша. Купить на 21 веке аппарат для приготовления сахарной ваты АТН 3421 экономно. О, даже есть палочки. Да. Сразу все открывать. А палочки деревянные или пластмассовые? Деревянные. Ты прикинь, вот в детстве тебе подарили бы такой аппарат. Я был бы тогда в детстве, знаешь что? Очень счастливым и очень толстым. Ну, если, получается, важный фактор, нужно быть не криворуким. Влажный фактор, да. С тобой все получилось бы. Ты что? Собственно, комментарий. Мелкие прям в восторге были, покупала на подарок. Дети 17 и 8 лет, прям в драку. Потом почти две недели у нас полдвора пребывала в гостях. Минусы. Мыть надо сразу. Ну, понятно. Лучший использователь леденцы или конфеты, это прям класс. Я бы уже здесь догадался. Отличное развлечение для детей. Делать просто и быстро. Нужно иметь в виду, что порция небольшого размера. Аппарат прост в сборке и в использовании. В комплекте есть деревянные палочки для накручивания. Вот у меня... Насчет палочек для накручивания, это к моей жене. У него накручивается. Я знал, что ты либо не пройдешь. За эту рубрику мы благодарим нашего партнера. Онлайн гипермаркет 21 векбай. 21 векбай – это миллион нужных товаров для дома, работы и отдыха. Быстрая доставка на любой адрес по всей Беларуси и более 95 пунктов выдачи заказов в Минске и в регионах. А чтобы шопинг в онлайн гипермаркете был еще ближе, для зрителей подкаста доступен промокод «Распаковка» со скидкой 7% на все категории товаров. Ну а мы продолжаем. Возвращаясь вообще чуть-чуть к теме выпуска, да, вообще к Виталику, Head of PPC и так далее. Это же все такое, контент, маркетинг, да, все. У меня есть интересный факт, который вот я хотел бы обсудить просто с вами, может, тоже вам интересно, что контент-маркетинг, понимаете, что это такое, это производство контента и использование его в рекламе. Он на 62% дешевле, чем традиционный маркетинг и при этом генерирует в три раза больше лидов. Что такие лиды? Лиды, это целевая покупатель, который пришел, купил от нуля до корзины, вот, вот способный клиент, лид. Ну или понимаете, о чем я, нет? Да, да. Ну я нет, но вот вы сегодня прям нашли друг друга. Смотри, традиционный маркетинг — это бюлборды, стенды в магазинах, какие-то рекламки, где йогурты, там, вот это все. Это какие-то выставки, попробуйте кусочек колбаски. Что традиционный маркетинг? Это газеты, журналы, радио. Нет, смотри, я же все-таки как учился на пиар-менеджера в магазине коммуникации, есть традиционный маркетинг, а есть то, что below the line, это называется B-T-L, там, промо-акции всякие. Вот то, о чем вы говорите, это below the line, да, типа до черты. Это чуть-чуть ответвление. Это разное, да. Хорошо, тогда маркетинг, ну это щиты, бюлборды, это реклама внешняя. Да, как это наружно. Мы так-то у себя разделяем, вот онлайн и офлайн, да. А, у вас по-другому, у вас digital и offline. Вот, да, я отношусь к отделу digital маркетинга, да, а еще у нас два подразделения, да, у нас даже четыре подразделения. Наружка. У нас четыре подразделения, это PR, это CRM, то есть это рассылки, там, всякие такие рассылки, Viber на почту, какие-то кросс-маркетинги и так далее, это отдел CRM. Это digital маркетинг, к которому я отношусь, принадлежу, и сектор продвижения. Вот сектор продвижения, он как раз-таки отвечает за все там оффлайн мероприятия, какие-то акции, там, билборды и так далее. Но и PR тоже, в свою очередь, тоже вот какие-то акции запускает, как, например, в песочнице, вот сейчас стояла у нас фура там с подарками. Так это бетели уже. Ну да, ну и этим занимается PR. Но в целом я бы разделил все на онлайн и оффлайн, наверное, таким образом. И BTL, и билборды и так далее, они все относятся к оффлайн. А все остальное к онлайн. Так ты новый котлер? Нет, я просто у него учился. Посыл такой был, что примерно, допустим, вот мы хотим сделать пять билбордов, они стоят определенную сумму денег в месяц бренду. А вот чтобы сделать контент, который будет примерно набирать те же хваты, вот он типа дешевле. А знаешь, что делает 2-1-й бай? Он сделает и контент, и билборды. Мы все делаем, да. На самом деле все, все необходимо. Для проникновения там в аудиторию, да. Для вот просто нужны, когда у компании там, соответственно, вот я работал в разных компаниях. Когда лучше, когда есть все. Вот когда у тебя есть деньги на все, лучше делать все. Потому что все работает просто, как я и говорил, на разных уровнях воронки. То есть верхние уровни воронки, это вот BTL, там, билборды, все-все-все. Это тоже необходимо, да. То есть это повышает лояльность, повышает узнаваемость. Потом, когда человек уже находится в поиске, когда он уже на моем уровне воронки, да, он уже будет знать, что нужно, что когда увидит мое объявление, у него будет доверия к этому объявлению больше. Это вот простой пример. Когда ты каждый день приходишь на одну и ту же остановку, и встречаешь одних и тех же людей, они для тебя уже практически как знакомые. Да, то есть если тебе нужно даже будет к ним обратиться с каким-то вопросом, тебе будет это проще сделать, потому что ты видишь их каждый день, они вот как твои уже родненькие. Да, да, да. И так же и с нами, когда ты видишь каждый день везде 21 векбай, то тебе, когда ты хочешь уже что-то купить, ты видишь их объявление. О, так это же они, 21 векбай. И ты покупаешь у них, нажимаешь на их объявление. Вот, поэтому важны все уровни воронки. Когда у тебя там недостаточный бюджет, ну вот это, например, для тех, кто смотрит нас, кто тоже там свой бизнес, он хочет запускать рекламу, например, да, такой лайфхак от специалиста. Когда бюджет небольшой, то лучше только перформансом, онлайном ограничиться, там, поисковой рекламой, да, то есть только настроить те рекламные кампании, которые по запросам, ты вбиваешь что-то в поисковую строку, тебе показывается объявление. Если уже денег, ну, если ты здесь уже все выигреб, ты понимаешь, что у тебя уже бюджета достаточно, ты можешь наращивать объемы, да, рекламы, там, можно заводить соцсети, да, вести, там, Инстаграм, ТикТок, там, Ютуб, когда у тебя уже и это все закрыто, да, здесь все в порядке, то ты уже можешь переходить на какие-то оффлайн-активности, да, там, билборды, там, акции, что-то такое. Ну, я бы такое так рекомендовал. Прикольно, чтобы в онлайне все закрыть, это капец надо, во-первых, сколько рук, во-вторых, сколько бюджета надо, потому что, ну, наружно, ну, смотри, просто маркетинг, в нем не так много инструментов, они закрываются достаточно легко. Очень смешно. Вообще просто маркетинг. Ты в какой-нибудь журнальчик, газетку залез, залез на какой-нибудь билборде где-то, где-то что-то, какие-то твои там наклеечки, ну, там, разместили какие-то листовки, это же и есть традиционный маркетинг. А диджитал маркетинг, смотри, тебе нужны аккаунты. Перечислять соцсети, начинать. Да, понятно. Сколько нужно и в каждой соцсети. Нет, соцсети ты выбираешь, исходя из той аудитории, которая тебе нужна. Смотри, сейчас и Пинтерест, и Линкедин продает. Это же все для, смотря какая ниша. Да, это ниша. Смотри, у вас в аккаунте 21 века, например, есть кулинарные рецепты. А у них другая история. Там более миллиона товаров, там все ниши. Им везде надо, потому что у них есть... Казалось бы, что это как будто бы, типа, зачем, да, 21 век, ну, потому что аккаунты вести... Бай. 21 век бай, вести рецепты. 21 век бай. Извините, пожалуйста, 21 век бай. 21 век бай, 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 21 век бай. Говорит мне человек, у которого в Белив с ошибкой написано уже. Специально с ошибкой написано Белив. Я знаю все об этом. А 21 век бай, без ошибки. Без ошибки. Без ошибки. 21 век бай, без ошибки. 21 век бай. Новый какой-то лозунг. Короче, что, казалось бы, зачем, но это тоже тонкая, хитрая штука, где вот я недавно что-то листал, смотрю, там какую-то блиницу продают прикольную. Ну, с сердечками печет блины. К ней какой-то взбиватель этого теста. И я такой, а, это все работает вот так, и я это могу купить и делать так же. Да, вот для чего контент нужен. Да, конечно. А люди же не понимают. Это просто нативно. Мы показываем людям, как можно использовать те товары, которые у нас продаются. Знаете? Да, и знакомим в том числе с ассортиментом, потому что, ну, просто зайти к нам на сайт и начать выбирать. О, ну что-нибудь куплю, это же невозможно. У тебя должна сформироваться потребность. Да, ты сейчас должен понять, что тебе это надо. А чтобы понять, что надо, ты смотришь обзор. Кстати, в субботу вел корпорат БНБ-банка, и ко мне подошел чувак, уже так подвыпивший такой, взял меня и говорит, ну, у тебя обзоры 21 век, бай. Там все куплено. Да. Я такой, типа, говорю, а что вы ожидаете? Что плохого? Я там, да, я говорю, естественно, я там говорю по сценарию, да, но свою точку зрения тоже выражаю, ее можно прочесть. Ты там все хвалишь вообще, все. Говорю, ну, так вряд ли же мне какое-то фуфло присылают на обзор, да? Пришел. Все хорошо там с Китфортом. Китфорта много просто. Ну и что? Ну, потому что, кстати, Китфорты у меня много чего есть. Ну, потому что это, ну, практично. Да, у меня блендеры есть, прикольно. Вот продолжая тему с контентом, что круто, что с контентом. На 21 век. Телевизор. Вот эти манипуляции с зрителем, они начали происходить уже настолько явно, но настолько нет. Ну, то есть смотри, я посмотрел видео, как готовят блинчики, и думаю, надо мне купить такую штуку. Как она же классная. Смотри, у меня... Я с точки зрения покупателя сейчас говорю. Ты не знал до этого, что можно вот так вот готовить блинчики. Тебе показали рекламу, сказали, смотри, теперь тебе нужна эта штука. Да. Ты такой, блин, точно. То есть, посмотри, пока ты, вот как изобретатель, да, что-то изобрел, пока ты эту вещь не увидел, ты не знал, что на тебе надо. Ну, все, тебе показали с помощью рекламы. И ты такой, точно, а мне ведь это надо. Да. Вот до изобретения кинорежима, нам нафиг нужен был кинорежим. Сделали кинорежим, вау. А ширик, ну. А когда не было камеры селфи у тебя никогда? Не делал селфи. Пока не было селфи-палки. Не, делал. Не, делал. Знаешь, как они раньше делали? Раньше телефонная камера была здесь, и здесь же было зеркальце. Да, и потом они придумали ставить две камеры, да. Ну, то есть, так же работает. Круто. Это вообще, на самом деле, вот тоже эта маркетинговая фишка, что пока ты не показал, что у тебя что-то есть, этого у тебя нет. То у тебя это не отняли. Да, то у тебя этого нет. И поэтому, как максимально показать то, что мы хотели бы показать зрителю, там, потенциальным клиентам, что у нас это есть. Ну да, но многие же скажут, что, допустим, ну хорошо, это же вот вы сняли, там, показали нам обзор. Или сняли, допустим, показали нам, как пользоваться, как печь блины, вот рецепт вы разместили. Ну я пошел, спек блины, и все. Это неэффективная реклама. Дорогая, неэффективная реклама. Зачем вы ее снимаете? В смысле, что никто не купит, ты думаешь? Ну да. На самом деле, смотри, в маркетинге так не оценивается, что вот я индивидуально такой пошел один спек блины, и все. И типа, значит, у них никто не покупает, потому что я не купил. Все не так. Здесь вот опять, вот здесь уже основное, да, основное мое море, в котором я плаваю, вот как это в Пиписе. Статистика. В маркетинге нельзя опираться на свое субъективное мнение. Только цифры, только правильная статистика, только репрезентативная выборка, да, то есть, чтобы результатов было достаточно для анализа. Выдвинул какую-то гипотезу, снял какое-то видео, оценил его эффективность в цифрах, то есть желательно, чтобы все цифры у тебя были, да, на каких-то дашбордах, там в какой-то аналитике, вот как у нас, например, вообще в 21 веке максимальная крутая аналитика, которая вообще есть только в Беларуси, тысяча процентов. То есть я вот, когда мне показали на собеседовании, смотри, у нас есть такое, я просто запищал от радости, насколько удобно работать. Вот, и поэтому только выдвинули гипотезу, сняли какое-то видео, а лучше два разных на тест, проанализировали эффективность, выбрали лучшее, дальше снимаем там в таком ключе, или оставляем то, которое было лучше, сняли еще одно, и уже сравнили с новым. А как вы про эффективность оцениваете? Вот вы сняли два видео, вы фокус-группа какая-то? Оцениваем эффективность. Вот вы сняли два видео, но еще ни одно не запостили. Как вы выбираете, какой из них запостить? Ну, нет, в основном мы, бывает, снимаем несколько вариантов, и, ну, это уже мы у себя в отделе решаем, какой из них пойдет дальше. Как? Ну, тоже голосование. А, все, то есть все-таки фокус-группа какая-то? Да, голосование. Типа, как лучше будет, когда Виталик там говорит так, или когда Виталик говорит так? Ну, и все, и выбираем, то есть здесь сомнения. А потом уже смотрим, ну, то, что мы выпустили в жизнь, мы смотрим статистику, естественно, то есть если оно зашло, если там были комментарии, там было много, там репостов каких-то, там большой охват был, то значит можно там такое же снимать. Вот, например, как там было такое видео, когда я сбрил бороду. Вот. Я пропустил, наверное. Ну, короче, вот, решили мы такое вот запустить, такую активность, и... И я видел. Вот, и сняли, что я сбрил бороду. И как, кстати, аудитория? Ну, и фиксируем-то триммером, типа, там, да, да, да. Слушай, мы это делали на обзоре. У нас был обзор, нам прислали тоже электробритвы, и я, короче, каждый бритвы себе по полоске сбривал, и в конце выпуска селбрит, и там в комментариях тоже такого насыпали. Не, не. Дурик зачем усы сбрил вот эту вся историю, да. Мы запустили такую, типа, если наберет этот пост, там, тысячу комментариев, то Виталик получит премию. И все там, все мои друзья, естественно, это откомментили, там, и куча людей, то есть это, это получило позитивный отклик, это действительно была прикольная активность, что, ну, вовлеченность людей тоже была большая в этот пост, и охват, и все, то есть все было круто, это интересно зашло, вот. А там мы, короче, тоже делали, там, я сначала селел техасскую бороду, знаешь, такую с бакенбардами, ну, короче, когда ты, вот каждый мужик, когда бреется, ты все время бреешься, чтобы прикольно было. Сначала бокалушки убрал, потом оставил себе что-то вот так. И вот мы тоже самое делали на обзорах бритв. В конце остаешься великим. В конце у тебя усы. Ну, я же об этом и сказал. Ну, смотри, ну, надо иметь в виду, ну, у нас сейчас... С великим. Ну, ты был первым. Но, если всем, кто наслушает или как-то, может быть, смотрит даже, нужно понимать, что реклама такая, да, она веселая, она где-то очень точная, это много сил на создание контента, но она не решает проблему. То есть, если в продукте есть какие-то недостатки, если есть какая-то, ну, вот, человек зашел в эту воронку, как ты говоришь, да, с этим контентом, а дальше сервис плохой, там, сайт не продаешь, что-то не работает. Нужно вначале, нужно все наладить. То есть, перед тем, как смазать контент, это там седьмой шаг, восьмой, да, там, продажи. Нужно посадочная страница, вот как в 21 век, buy, все есть, там, колл-центр работает, страница есть, сайт работает, подробное описание товаров, все, курьеры, тайминги, доставки, Виталик, Саша, Саша, все на месте, все отработают. И потом только контент веселый, развлекательный, потому что многие ждут почему-то, вот у нас, мы просто бренд, потом такие, раз, все, начинаем просто снимать скотчу контента. Не знаю, и просто этот контент льется из бренда, это такой, зачем он, куда он льется, просто зачем-то снимается. Вот имейте в виду, что контент не решает. У тебя история есть какая-то. Да, кстати, по поводу. Может, какая-то история есть. Может быть, есть история у тебя? Да, да, совершенно случайно, вот как раз мы разговариваем про контент, и я, да, контент, как пришлось к месту, для чего нужен контент. Контент. Да, контент, для чего нужен контент, и в каких его случаях мы можем его использовать. Например, мы сделали нечто уникальное, да, вот этим летом 23-го года, придумали, нам нужно, у нас открылся новый склад в таборах. Да, с мезонином это. Да, очень большой. Целый выпуск, вот там кликайте, нажимайте. целый выпуск. С мезонином. Да, с мезонином. Общая площадь, по-моему, 150 тысяч квадратных метров. Это как двушка, сейчас повторяем шутки, как двушка в Барановичах. Да. Была шутка там такая? Наверное, я думаю. Это как один из футбольных полей, по-моему. Да, это дофига. Да, это очень, и вот, и что, что нужно на большой, на большой склад? Нужно очень много роботов-пылесосов. Кладовщиков, и очень много кладовщиков, потому что, ну, соответственно, на рабочие места нужны люди. Вот. И у нас очень большая рекламная кампания была по поиску новых работников и вот привлечению их к нам на работу. И мы, что придумали наши специалисты пиар-СММ-отдела, они придумали снять сериал. Сериал про то, как Виталик, вот мой герой, персонаж, устраивается на работу на наш склад в таборах. Действительно, никогда не слышал такую идею уникальную. Что-то тикток сериал. совершенно уникальная история. И абсолютно, да, то есть это всем зашло, максимально тоже только позитивные отклики, там, от самих даже работников склада и люди, которые, ну, потенциально могут туда прийти работать. У меня даже есть знакомые, например, я в футбол играю, там абсолютно разные люди, там, разных профессий. Есть в том числе и кладовщики даже, ну, только, и даже с нашего склада есть кладовщики, с которыми я играю в футбол вот постоянно каждую неделю. Всем это максимально зашло, то есть это даже у тех работников, которые работали уже у нас, все равно повысила лояльность. То есть им было приятно, что вот, ну, об их профессии сняли прям вот такой подробный, да, подробный сериал, такой юмористический, можно сказать. И, ну, то есть это максимально круто всем зашло, получить, ну, то есть и благодаря этому мы все вакансии, в том числе благодаря этому, то есть там цепочка очень большая, там была и та же контекстная реклама запускалась, и таргетированная, и тикток, и вот эти все видео там крутились, и работа, конечно же, рекрутинговой службы, то есть здесь повлияло, HR-отдела. Вот, то есть на всех этапах все круто сработали, и мы вакансии все закрыли, то есть сейчас у нас уже, ну, уже к концу года даже прошлого не было потребности такой, как была. То есть весь клан забили рабочими уже, все нашли работу? Да, да, всех колодовщиков, то есть которых у нас был, у нас был дефицит там, ну, очень большой, да, который нужно было. А сколько людей, во сколько колодовщиков надо? Надо было 100 человек. 100 человек? Да. 100 колодовщиков? Это по одному на одно футбольное поле? Это сейчас... Это при том, что еще периодически и уходят же какие-то люди по разным причинам. Чего? То есть у нас должен быть... Типа, что ты уходишь? То есть плюс 100 человек. Такой HR. Ну, на самом деле, это же всегда люди, люди уходят, приходят, это обычно... Нет, прикинь, такой HR, приходят, я ухожу, что ты уходишь? Нет, у меня процесс. Да ладно? Где-то примерно 90... Да что ты? Примерно 90 школ сейчас остались без кодовщика. Да, да, кстати. Нет, ну это же другой, наверное. Или ясли какие-то. Нет, там такие, там паспорту. Где ключ? Знаешь, то, о чем я говорил, что контент, он на вершине, видишь, он замкнул, работы всех служб, то есть и таким сериалом это просто как... Контент решил все. Контент решил все. Контент. Конечном итоге, То есть он потом, видишь, не сразу. Блин, что-то хотел спросить, наверное. Нет, контент, на самом деле, с контента даже здесь все начиналось. То есть мы сначала сняли сериал, а потом запустили всю эту... Кстати, так интересно, что я снял этот сериал и потом сам же видео с собой платно продвигал в рекламу. Ну да. Ну то есть я как начальник... Как head of PPC. Как head of PPC я настраивал рекламу, в которой рекламировал сам себя. Интересно, где бы такое можно еще встретить? Вообще нигде. Везде. Ну что, хорошо поговорили, да? Мне кажется... Отлично, мне очень понравилось. Да, вообще все раскрыли. Напомню, что у нас сегодня был маскот 21 векбай Виталий Савченко. Вот тот самый Виталик, который вы можете найти во всех соцсетях в этом костюме. Он преследует Виталика вообще везде. Он ходит за ним. Девушкам цветы. А Виталику костюм? Да. Виталик, это старый новый костюм. Он просто стоял за дверью и стучал в дверь и такой просто молчал. Как мантия. Да, да, да. Как ты его зовешь? Костюм, как я его зову? Ричард. Костюм Ричард. Честь его владельца. Ричард. Костюм? Да, это его костюм. Это он такой толстый был, когда женился? Ну, видимо, да. Ричард, ну привет. Ну что, да, все, Виталий Савченко с нами. Мы увидели, кто он без костюма. Мы увидели, наконец, его без костюма. Вот очеловечили мы, Виталий, для вас. С вами, как всегда, я, Сериков Кухаронок. Это подкаст, название которого вы еще не придумали. Сегодня, я так понимаю, что у нас последний выпуск этого сезона. Ну, как поводитый сезон. И знаете, что ничего не меняется ровно через неделю в это же время на этом же канале. Все. В этом же костюме. В этом же костюме. Всем пока!